Пчеловод допускает при подкормках С пчелами принцип один Чем меньше зимой в них лазишь, тем лучше Тем лучше они зимуют Но это правило верно, если пчеловод полностью на 100% уверен в том, что Все у пчел нормально Кормов хватает, все у них хватает Обычно такое бывает на паськах, где пчеловоды уже с определенным, с большим пчеловодным опытом С определенной отработанной технологией ведения пчел То есть они уже знают, как чего и лучше делать точно И с осени и до облета вообще пчелам не лазят Они знают, что там все будет нормально Но часто бывают такие ситуации, что у пчеловодов есть какие-то сомнения Допустим в запасах корма Что вот долго был расплод в семьях Корм изрядно был подъеден И вот нехватка корма, возможно, у семьи Вот при таких, так сказать, сомнениях и неуверенности Конечно, есть смысл в январе дать дополнительную подкормку Какие ошибки? Вот при этом часто вот я вижу Или там читает, или пишет кто-то, или советы Вот даже иногда плохо то, что советы часто дают даже те Кто, я как понял, вот сам так не делает Просто человек любит быть где-то на форумах Что-то кому-то давать советы Причем непроверенные Ну вот, значит, что я могу сказать Вот так сказать, из своего опыта Во-первых Зимой Сразу лезть в улей Как бы вот сразу взял, все вытащил Холстик открыл, корм положил Вот такое вот резкое, такое вот резкое, быстрое поведение в работе с пчелами Может привести к активности пчелы Пчелы могут высыпать из улья на снег Вот То есть, если есть время, если есть время в работе Желательно немножко охладить вверх гнезда То есть, аккуратно снять крышку Аккуратно снять подушку Крышку прикрыть Чтоб было попрохладнее некоторое время Чтоб холстик сверху немножко охладить Вот Пчела тогда немножко уходит вниз гнезда Успокаивается И можно будет аккуратно приоткрывать холстик Пчелы не посыпятся на снег При этом Вот По подкормкам Обычно традиционно подкармливают Канди Вот, мед Жидкими подкормками мало кто пользуется Вот Так что Вот В основном это идет канди или мед Вот Ну с канди тут вопросов в принципе Не возникает Ложатся на клуб пчел Лучше на брусочки Накрываются И обычно это канди На 2-3 недели канди хватает Да Вот Мед Более натуральный продукт Но с медом могут быть засады Засады вот такого типа Вот Если Мед ложить в пленку Завернутый То вот у меня Допустим Были случаи Когда эту пленку Разгрызали Пчелы Мед от температуры Клуба Разжижался И весь Проваливался На дно улья То есть Пчеловод надеется Что он дал мед А мед Весь Свалился Весь на пол На пол Этого самого На дно улья И естественно Уже со дна До тепла Пчела Этого меда Не достанет То есть Корм-то вроде дали А на самом деле Его и нет Вот В этом плане Лучше намного Если вот этот мед Будет завернутый В марлю С марли Пчелы его берут Но он никогда Не провалится Между рамок Но там тоже Засада в марле В том что Некоторые пчелы Путаются в этой марле Вот Пыл совет такой На форумах Давать в стеклянных банках Положенные на бок Ну вот Ради интереса Просто Я попробовал Этот вариант Вариант Мне очень не понравился Получилось что Вот у горлышка Немножко меда съели Они Вот допустим Литровая банка Съели они Одну треть Одну треть От горлышка И все И больше не притронулись Они И ушли опять в клуб Мед осталось Ближе к одном Банке Мед не тронутый А пчелы Значит туда Больше не пошли Вот То есть я считаю Вариант не очень хороший При подконке Вот Второе Что надо учитывать Если дается мед Мед Матки в любом случае Начинают яйцекладку Это вот у меня Уже проверено Вот Ради этого Даже Пришлось В свое время Тревожить пчел Смотреть Сразу яйцекладка Матки появляется После дачи Натурального мёда Вот То есть Вот Медовые подкормки Да Желательно Если есть возможность Как можно позже Давать То есть В конце января Уже В начале февраля Когда В любом случае Небольшая яйцекладка Начинается Вот Чтобы снизить Вероятность Вылета пчел От данной подкормки Нужно Чтобы гнездо Было Не зажато И не переутепленное Чтобы там Было прохладно Вот Если будет Сильно зажато Может спровоцировать Вылет пчел Вот Это тоже Надо учитывать Вот То есть Первой половине Зимы В любом случае Лучше никаких Подкормок Не давать Начинать Это надо С конца января Вот Ну а вот По жидким Подкормкам Мне нравится Вот Но Давать жидкие Подкормки Нужен определенный Опыт Слабым семьям Ни в коем случае Нельзя Только сильным Семьям Прокалывать Пакет Ни в коем случае Нельзя Но Видеороликов По этим вопросам У меня На канале много Не буду я Повторяться Вот То есть Если подвести Вот так Итог То Если нужно Дать подкормку В январе То лучше Это сделать С конца января И далее Вот Если Пчеловод Уверен Что все Там нормально Ульянов То лучше До облета Вообще Имелось Уверен 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 Уверен